Четвертый матч серии между Йокеритом и ЦСКА. Это, наверное, правильнее, между ЦСКА и Йокеритом. Убедительный регуляр. Первая команда Запада. Но Йокерит тоже довольно высоко, поэтому в Гештане, где в центре играет Ери Салин, а по краям это Кёсти и Томми Хуфтова, автор вчерашнего длина. Вторая пара защитников – Усильзянин и Топи Яакова. И лидеры Йокерита – это тех лист, которые могут обеспечить результат не то, что в одном матче, а буквально в одном моменте. И вот Умарка за ворот обостряется, закладывает вираж, еще один бросок. И Галимову приходится потрудиться по первым минутам. Довольно мощное начало Йокерит. Вот своего паркера по команде, а мы смотрим повторы шайбы в штангу. Здесь пролетает, хорошо было видно, куда попало. И вот опасный момент, Гудерсон включается к атаке, выбивает шайбу в последнем моменте, в тачках. С трибуны раздается, а это значит, что шайбой работал. Ох, какой момент! Здорово все было сделано, за исключением решающего броска Йокомати Алтанин. Как чертик из табакерки выскочил на ворота ЦСКА, но не сумел переиграть Станислава Галимова. Время, как чертик из табакера. Он здесь буквально снес своего соперника Жарков в этом эпизоде. А затем Янерита ответил. Собственно, вот мы и увидели. Повторе, что здесь было. Ялмарсон, Муршек поборолись. Ялмарсон, не знаю, отличился в меньшинстве, но вот игра в неравных составах, да, в то же время стоит забывать, что и в меньшинстве нужно забить, это вчера Ялмарсон сделал. И вот момент какой, первая шайба в сетке ворот. Симон Ялмарсон забивает вторую игру подряд Ялмарсон в этой серии. Ялмарсон бросил в нижний угол, не стал бы я, наверное, Карлсон обнимать, все-таки ждал он и передачи от Ялмарсона, и, по сути, гадать пришлось, что же будет сделать нападающийся. Искаток бросил, и бросил шикарно. Не откладывать дело в долгий ящик. Муршек всю силу вложил, однако уступил, и Ялмарсон приступает к позиционной атаке. Здорово играет Станислав Галимов. Кому, как не ему, наносил броски, тем более, точно. О, хороший полный бросок в дальний угол, но и Галимов прекрасно среагировал, обзор ему никто не закрывал. Лайнин. Да, и получилась возможность все-таки бросить любимого поворота. Ну и так, хорошая числой, большинство продолжается, 5 на 4, и на протяжении 20 секунд ее будут разыгрывать шаги. Лайнин, передача, классный бросок. Штанга, вторая штанга уже в первом периоде. Дважды каркас ворот сыграл за голкипер. И вот очень рискованная передача. Мог сейчас, в принципе, убегать любимым к воротам соперника. Если бы сумел прервать эту передачу. Пухтал, автор дубля вчера. Забросил три шайбы. Шикарная передача от Лайнина. И фрукта, он уносил бросок, а штанга угодил. Хотя смот был такой, как ты знаешь, бывает, вылетает шайб уже из ворот. И потом только при видеопросмотре определяют, что она там побывала где-то за ленточкой. Ну и вот здесь вот тоже все хорошо видно. Тут да, тут без вопросов. Спасибо за замету, за замету повтор, кстати. Сок в втором и, особенно в третьем периоде. Это может сказаться. А Муршек затащил шайбу в чужую зону. Бросок. Не удалось Карлсону словить шайбу. Продолжается атака от борта. Идет бросок и Муршек на добивании пытается сыграть. Виртанин. И за просто выглядит главным звеном у ЦСКА сегодня. Мишарин по борту. И вот тоже появился Григоренко на площадке. Рядом с ним Прохоркин. Бросок. Вылез из-за ворота и в ближний угол едва не затолкал шайбу. Но Хенрик Карлсон был на чеку. И тут справлюсь в воспитательную работу. Брос в зону. Науменков. Раду. Пытался выбросить в центру площадки. Тут уже и Йокерит Прессин демонстрирует. Можно бросить Виртанину. Замахнулся здорово. Шайб там на ребре, по-моему, катилась. Поэтому и полетел высоко. И, может быть, не совсем контролировал свой бросок Виртанин. Как Клюшку потерял, он пошел отвечать. Вот это совсем не то, что нужно армейцам сейчас. Потому что вот этот ответ как раз арбитры могут заметить. Нарушения пропустили. Да, бывает. Сто процентов невозможно. А вот когда идет ответ, там же внимания больше, естественно. И один из двух главных может потом в две минуты выксать. Такое, чем важно, менее терпеть, если ты не отвечаешь на провокацию соперника. А вот Киргинберсом не решился на передачу. Подержал немножко шагу. Последний удобный. Вот за собросок. И такой, по-моему, в седу с немской стороны попал о шею. Радулов. Свои зоны. Тут его встречают. Силовой прием. И Радулов оказывается на льду на радость большинству болельщиков на картоварении. На аплодисменты Ереса Ленину. Именно он встречал Радулова. Будет. Ну и смотрим мы этот вот силовой Саленина. Детальная передача. Тут уже Ялмарс вместе с Муршиком. И вместе с ними Прокоркин выходит. Поменял Прокоркина и Дакосту. Ух ты! Это гол. Вторая шайба. Оказывается, в сетке ворот Карлсона. Точнее, шайба после того, как показали. Или чуть раньше все-таки. На мой взгляд, чуть раньше она. Да, мне что-то показалось. Может быть, не на 100, но на 95% она за ленточкой уже была. И так, шайба до ворот не дошла. Ух ты! Падает. Дакосту на силовой прием. Верховный жестко сыграл. Пространство образовалось, куда нужно передать. Лондарев. Разворачивается. Муршик бросает. И Григоренко может забросить. Да, это гол 3-0. И очередная шайба Игоря Григоренко в этой серии. Очередная шайба в этом плей-офф. В каждом из четырех матчей серия против Игоря Григоренко. Игрок этой серии с Игоря Григоренко. Тут от своего же игрока слекошетила шайба. Отдох на мя. От него попала шайба. И следом оказалось ворот. В любом случае угол был открыт. Не кажется, что приемли. Разбернул Игоря Григоренко. Попал. Закрывал так жарко. Устегал киперов. Чем и воспользовался 18-й номер. Ну и все. Сирена возвращает топ победе армейцев в Кельтинке. На каждой ларине. В четвертом матче серии. СССР выигрывает со счетом 3-0. Игорь Григоренко делает счет в серии 3-1 с хорошим настроением. Армейцы возвращаются домой.